всем привет мы начинаем новый влог о так твоя книжка где книжечка начинаем новый влог и сегодня он будет про уборку и подготовку к дню рождения мужа сейчас я хочу немножечко прибраться и начнем готовить еще надо подарок запаковать так что оставайтесь с нами я желаю вам приятного просмотра и первое что я хочу сделать это намыть полы на кухне она здесь линолеум нас везде линолеум и если что-то капает тут же вот какие-то темные пятна появляются полы я мыла вчера я их мою каждый день а потом наверно сейчас оптиру полы и аренка уже ляжет спать на свой второй сон и так что это будет намного легче куку убирай на место сейчас полы будем мыть с тобой давай так ну все наш пол готов я его нам его так со стула сняла накидку постирать стулья у нас стоят практически всегда здесь мы снимаем только когда кушаем потому что на них сидит всегда арина либо на стулья либо на столе но как бы вроде бы ничего страшного но она научилась продвигать стулья и листик плетения газовый в раковину то есть как бы вроде бы не очень безопасно это все вот и поэтому мы теперь стулья переворачиваем так здесь не только потом остается посуду разобрать грязную ну и вроде бы все там лежит такого мозаика есть занимается кира занимается она здесь когда допустим если арина ложится спать раньше да чем кира как бы нам может позаниматься поэтому поэтому я пока еще не убрала ее надеюсь все бусинки высыпала она здесь бусинки себе все высыпала так что занимается а тут я уже начинаю готовить коржи для своих тортиков а так и были в магазине и купили продукты и к завтрашнему дню в том числе так получается купила бакет для бутербродов и яйца салат зелень огурцы и помидоры взяли такие взяла вот такие фрикадельки сегодня не очень-то хочу готовить разготавливать будет просто макарон с сосисками аренки так такой рулет вкусный кстати взяли макароны сливки для тортика так молоко вареная свекла потом творожный сыр крабовые палочки вот такая еще колбаска вареная так здесь у меня картошка и взяли из мяса вот такие бедра они очень вкусные я в духовке завтра сделаю бедра и такие голени вот и все вот это вот все что мы купили вышло у нас на 3 800 вроде бы так аренда куда покажи еще раз в общем и нам нужно максимально быстро запаковать подарок я уже в коробку запихала надо было показать наверно сначала да но я не показала поэтому я быстро быстро все запихала сейчас заклею я просто обычная коробка с магазина там я купила в общем я потом покажу подарю и покажу если подарю мой помощник не совсем помощник и ручка аккуратненько тени 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 не бойся забери и короче это получилось потому что у нас тут не хватает короче нет ладно мы сделаем так как есть поделим бокала чем да у меня получилось вот так она да она блестящая она самоклеющая и она быстро пристает картону да ты в коробке нет ариша все снимаешь тут немножечко не хватило да ладно думаю не особо критично так чтобы в чем-то у меня там покажу потом 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 так не объяснить так что все пошла прятать а а а а а а здесь уже идет сборка тортика я сделала крем пропитку и начинку и все по порядку собрала это мой первый торт который хоть как-то получился счастлива где-то конечно да есть недочеты но все же мне кажется для меня он идеален сейчас это пока отставлю постоянно постоит немножечко и я пока сделаю этот стаканчики напихаю и стаканчиков я собираю это крем чисто масло для выравнивания тортика сейчас буду выравнивать вот таких шесть красавчиков у меня вышло я здесь правило полтора часа так и так вот шесть шесть этих и вот мой bento торт но походу это не bento торт потому что он не влезает у меня вот в эту коробочку он короче очень высокий что-то я не учла высоту ну ладно что делать пускай будет так в общем вот такие кривожопики у меня вышли я конечно хотела сделать ну вот такие вот миленькие маленькие сердечки и она вроде бы шло вроде бы все хорошо потом пошло вот вот такие сердечки чтобы их убрать нужно его охладить хорошо так что у меня уже на это нет времени либо утром уберу либо так и оставлю вам удобно в общем арина притащила папины эти ботинки дутуши и теперь их одевает только вот так у них получается прямо оттуда от холодильника до сюда топала я уже как-то говорила что обувь для арины это вот просто больная тема вот ей надо всегда вот в что-то одеться это либо ее либо кирины и ну вот папины а из подарка что подарила мне сначала андрей говорит мне нужны чехлы говорит на машину в машину я смотрела их потом он сказал нет мне их не надо потом вот не надо шуруповерт в общем потом говорит нет мне не надо потом говорит просто закажи мне дутыша и закажи говорит мне штаны спортивные так что дутыши вот такие там были всякие серые черные вот такие зеленые но на картинке они были не такой какой-то цвет тут поярче в жизни чем на картинке на картинке они такие были тусклее я конечно думала не будут как на картинке но ладно что пришло то пришло потому что у него куртка сейчас покажу тоже цвет вот куртка такого цвета и наверное нормально так и костюм так и костюм спортивный то есть просто толстовка такая тепленькая с кармашком и штанишки тоже такие теплые серенькие он хотел это попросил сам так что я ему и купила прям тепленькая сейчас зимой ходить хорошо время обеда варенький суп тут у меня сварена картошка брокколи цветная капуста добавила немножечко макарон и тефтельки из этого из индейки и теперь на очереди мойка газовой плиты я хотела сначала просто обтереть но потом поняла нет лучше я сейчас на мою все намыла все вытерла и все вернула на свои места и уже на чистую плиту поставил отвариваться картофель подсушила хлеб в гриле и тут теперь мне кира помогает намазать хлебушек а майонезом и чесноком для бутербродов со шпротами все потом положили огурчик и выложили шпроты и я первый раз сделала вот такой рулет я взяла куриную грудку разрезала ее под такими тоненькими пластиночками и выкладываю таким способом да друг на дружку немножечко заходя после когда все это я выложила я добавила спец всякий раз мы были для курицы и соль обычно и немного перчика и паприка все я это все посолила поперчила и потом добавляю чеснок чеснока в моем случае можно было даже побольше добавить и потом еще все сверху посыпала красной паприкой потом все сворачиваю в плотный рулетик и отправляю в духовку в духовке у меня простояла очень долго даже минут наверное не знаю 70 если не больше то есть я всегда ориентируюсь на свою духовку хоть по рецепту там и стояла 60 минут у меня стояла вот больше все вот я закрутила все замотала и отправила в духовку и по итогу когда она все сделается его нужно хорошенечко остудить и потом нарезать уже когда холодненько как закуску такое что как закуску либо как колбаску но в моем случае это было сухо то есть надо бы наверное взять лучше не филе грудки курицы а допустим а филе бедра было бы посочнее так что следующий раз попробую именно сделать с бедром и теперь я буду делать такую закуску как крабовые палочки с начинкой я всегда покупаю крабовые палочки в магните развесные если их хорошо разогреть в микроволновке то они очень хорошо разворачиваются и вот эта помазочка у меня получается сыр чеснок и майонез все распределяю таким небольшим слоем и заворачиваю обратно и и после этого я каждую палочку поделила на пополам и вот такая красивая закуска получается а еще очень вкусно дальше мы была обычная нарезка на гарнир была картошка по-деревенски изначально я отвариваю картофель разрезаю на такие дольки добавляю приправы и в духовку на 180 градусов 30 минут и получается очень вкусная картошка вот наш небольшой такой стол еще был противень с курицей сейчас пришли в кафе попить кофе и кира хочет нас поесть наггинсы и выпить молочный коктейль мы сегодня выспались собрались и сейчас пришли прогуляться у нас на улице минус 22 двадцать вот это вот 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 Поехали. Продолжение следует...